МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О самых интересных и важных событиях расскажут корреспонденты 1-го Карагандинского. В студии Карина Кашина начали коротко о главных новостях. Природный пожар в Каркаролинском национальном парке локализован. Сегодня идет борьба с локальными очагами. Общая площадь бушевавшего пожара составляет 3700 гектаров. 76 фальшивых денежных банкнот изъято из оборота в Карагандинской области. Расследуется 4 уголовных дела. Об итогах работы сообщили в Департаменте экономических расследований. В Караганде внедрили новую технологию лечения болезни Паркинсона. Команда местных докторов совместно с российскими специалистами внедрила технологию глубинной стимуляции головного мозга. Природный пожар в Каркаролинском национальном парке локализован. Такое заявление сделал начальник областного департамента по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время общая площадь бушевавшего пожара составляет 3700 гектаров. За последние два дня площадь пожара в Каркаролинском национальном природном парке увеличилась до 3700 гектаров. Из них 1900 гектаров – это уникальный лес. Всего в ликвидации пожара задействованы порядка 370 человек и 60 единиц техники. Три вертолета с водосливными устройствами производят тушение с воздуха. Работы осложнены труднодоступной горной местностью. Во второй половине дня, 16 августа, поступило заявление о том, что пожар локализован. Сегодня, 16 августа 2019 года, удалось общими усилиями локализовать лесной пожар, возникший на территории Каркаролинского государства национального парка. Тушение производилось как наземным, так и воздушным способом. Сюда были направлены три вертолета для тушения воды. Это Ми-171, К-32 и Ми-8 с Восточно-Казахстанской области. Благодаря этим усилиям удалось локализовать этот пожар. Спасибо всем нашим сотрудникам, военнослужащим национальной гвардии, местному населению. Удалось все-таки минимизировать ущерб нашей природе. Работы будут проводиться до полной ликвидации огня. Тушение природного пожара находится под особым контролем Акима Карагандинской области. Напомним, что глава региона Ерлан Кошанов на месте провел совещание и дал поручение принять все возможные меры, чтобы локализовать пожар в кратчайшие сроки. Он также напомнил о необходимости строгого соблюдения техники безопасности. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. 76 фальшивых денежных банкнот изъято из оборотов Карагандинской области. Расследуется 4 уголовных дела. Об этом сообщил руководитель областного департамента экономических расследований в ходе брифинга в региональной службе коммуникации. Что за 10 бумаг? Кому это все принадлежит? Это мне. Вам принадлежит, да? Сирио. Так, внимание. Формат А4. Изображением 5000 старого образца. В некоторых случаях фальшивые деньги легко отличить от настоящих. Их печатают в подпольных цехах на обычных цветных принтерах. Однако встречаются и более совершенные образцы, изготовленные за границей. Чаще всего злоумышленники подделывают купюры крупного номинала. В Карагандинской области в отношении фальшивомонетчиков расследуют 4 уголовных дела. Работа в данном направлении ведется. Она является, еще раз хочу повторить, одной из приоритетных задач службы экономических расследований. По поводу изготовления не только 5000 купюр, еще и изготавливаются 100-долларовые и иностранные валюты, то есть имеется в виду и евро, и 10-тысячные. Нужно быть самим бдительным, то есть не разменивать деньги. При получении, при продаже квартиры или автомобиля, при получении крупных сумм, лучше проверять данные же денежные средства в банках. Ну и, конечно, если вы обнаружите данную купюру, данные денежные средства, которые будут сомнительным происхождением, желательно вам, конечно, обратиться сразу в органы службы экономических расследований, а не реализовывать данные денежные средства в дальнейший оборот. Ранее Национальный банк Казахстана предупредил о подделках банкнот номиналом 5000 тенге. Фальшивки печатают на защищенной бумаге с нанесением водяных знаков в виде геометрических фигур. Всего за 7 месяцев зарегистрировано 53 уголовных правонарушений в экономической сфере. Сумма установленного ущерба по оконченным делам составила свыше 507 миллионов тенге. Ну, один из ярких примеров, конечно, хотелось бы отметить, то, что в мае текущего года по результатам расследования было окончено уголовное дело в отношении ТО «Останашанрак-2030», где было бы возмещение ущерба только с одного из этого предприятия, основанного 138 миллионов тенге. Руководством данного предприятия было бы хищение денежных средств, бюджетных средств в ходе строительства Карагандинского школы-интерната для детей с нарушением зрения. Даниэр Акжанов также сообщил, что в регионе пресечена деятельность 67 незаконных и горных заведений. Они располагались в Караганде, Тимиртау, Жасказгане, Приозерске и Топаре. Из незаконного оборота изъято 196 игровых автоматов. Андрей Теннургулан Аскерхан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Болезнь Паркинсона. С этим диагнозом в Казахстане живут более 20 тысяч человек. Заболевание характерно для людей старшего возраста. Иначе называется дрожательный паралич. В Караганде состоялся мастер-класс по внедрению технологии глубинной стимуляции головного мозга. Эта инновационная методика позволяет пациенту вернуться к нормальной жизни. Основные симптомы болезни Паркинсона – постоянное дрожание и повышенная скованность мышц, а также сложность выполнения направленных движений. Чаще всего болезнь проявляется в возрасте 55-60 лет. И все время прогрессирует. Состояние пациента поддерживается регулярным приемом специальных препаратов. Но сегодня миру известен и более эффективный метод лечения – глубинная стимуляция головного мозга. Суть операции заключается в имплантации специального стимулятора в глубинной структуре головного мозга и, собственно, подавлении гиперактивности субталамического ревера, которая ответственна за развитие болезни Паркинсона. Соответственно, после имплантации этого устройства и включения его пациенту меньше потребуется лекарства, он будет более активен, качество жизни значительно улучшается. Имплантация прибора проводится без наркоза, путем трепанации черепа. Во время всей операции пациент находится в сознании и выполняет простейшие задания врача – пошевелить рукой, пальцем или ногой, ответить на вопросы. Уже на следующий день самочувствие больного заметно улучшается. Значительные изменения в жизнедеятельности можно оценить спустя месяц. В Караганде операции проводит врач высшей категории Габид Махамбаев. Я думаю, если вы хотите, операция длится 4-5 часов. И поэтому физически в день мы не планировали две. Потому что это сложно, это больные инвалидизированы. Они в сознании, да? Это очень сложно на самом деле. Они устают тоже. Это надо учитывать. Мы не можем делать операции по второй половине дня. Это не с хирургом связано. Это связано с больным человеком. Хирургическое вмешательство нужно далеко не всем пациентам. Его будут назначать только если спустя годы приема перестают действовать лекарственные препараты. Такое решение предлагает ведущий больного невролог. Затем экспертная комиссия подтверждает необходимость и клиника подает заявку. Глубинная стимуляция головного мозга – операция дорогостоящая и будет проводиться за счет государственных средств. На сегодняшний день в Караганде прооперированы два человека с диагнозом болезнь Паркинсона. Оба прекрасно себя чувствуют. Полина Малюкова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Компания «Шубар Кулькамир» предлагает населению доставку угля прямо с месторождения. Это позволит избежать перекупщиков, которые неизменно завышают цены. Напомним, что на очередном аппаратном совещании глава региона Ерлан Кушанов распорядился уже сегодня организовать снабжение населения твердым топливом. В отличие от обычного казахстанского угля, после шубаркульского угля остается очень мало золы. В этом ролике демонстрируется преимущество шубаркульского угля. С недавних пор на сайте «Шубаркулькамир» появилась возможность онлайн-заказа. В компании заявляют, что уголь, который продается через сервис, поставляется напрямую с шубаркульского разреза и проходит строгий контроль качества на точках конечной перевалки. Этот уголь считается энергетическим и отличается низкой зольностью. Это означает, что при сгорании он выделяет больше тепла и оставляет меньше отходов. Кроме того, шубаркульский уголь считается самым экологичным на территории СНГ. Воспользоваться сервисом очень просто. Необходимо лишь оставить заявку, заполнив небольшую анкету. Дождаться звонка от продавца, проследить за статусом заявки. Оплата осуществляется после доставки. Напомним, что на очередном аппаратном совещании глава региона Ерлан Кушанов распорядился уже сегодня организовать снабжение населения твердым топливом. По топителям, Алмаз Айдарович, вы по тупикам, по вывозу, вы смотрите. Это не только, и население уже должны закупать. Население закуп идет? Нет, да, по населению тоже. Чтобы у нас не получилось, в сентябре, в октябре начнется ажиотаж, как пошел в прошлом году. Вот образцово отработали все в прошлом году. Вот так и надо отработать. Понятно. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Бесплатный семинар по мехатронике организовали в Палате предпринимателей Атамикен. Курсы повышения квалификации в области машиностроения проводились с участием немецких партнеров. Представители образовательного центра саксонской экономики проводят курсы повышения квалификации в Казахстане четвертый год подряд. На первых этапах целью проекта было реформирование профессионального технического образования. Тогда семинары проводились на базе образовательных центров Шимкента и Алматы. Курс по мехатронике мы намеренно проводим в Караганде, потому что это один из центров машиностроения и тяжелой промышленности в Казахстане. Курсы проходят не просто так. Палата предпринимателей проводит опросы и выясняет потребности. Мы же реагируем на эти потребности. Особенностью курсов этого года является направленность на уже работающих в области машиностроения специалистов. Они получили навыки управления самыми современными цифровыми технологиями. К сожалению, в этом году программа заканчивает свою деятельность. Однако немецкие коллеги предлагают налаживать контакты и продолжать сотрудничество уже на другом уровне. Полина Малюкова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С начала года на улицах и в общественных местах Караганды совершено более 2000 преступлений. Об этом сообщает областной департамент полиции. По итогам семи месяцев в областном центре наблюдается рост уголовных правонарушений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений. В связи с этим на территории города прошло профилактическое мероприятие «Быт». Как поживаете? Нормально. Все хорошо? У нас сейчас оперативно-профилактическое мероприятие «Быт». Безопасный двор идет. Поэтому мы у своих всех подучетных лиц, которые у нас состоят, всех посещаем, ведем беседы профилактические. Здравствуйте. Дети, со мной здорово. Дети, здравствуйте. Это понятно. Вы когда перестанете пить, Геннадий Петрович? Завтра. Завтра? Ни завтра, ни послезавтра Геннадий Петровский пить не бросит. Своих подопечных участковые инспектора знают, как облупленных. Полицейские отмечают, что за семь месяцев в год количество преступлений в сфере семейно-бытовых отношений увеличилось на 155%. Такие преступления раскрываются быстро. Виновные наказываются. Однако важно не допустить правонарушения. Именно поэтому и проводятся регулярные встречи с такими гражданами. По данным мероприятиям в вечернее время проверяются подучетные лица по месту жительства, проводятся с ними практические беседы, выносятся предостережения по недопущению административного правонарушения, нарушению ограничений, установленным судом. Проявляется ночное время по месту жительства, чтобы в период времени с 22 до 6 утра лица, которые стоят на учете, как ухленно достаточно освобожденные, состоящие на учете, как под административным надзором. Предупреждение, профилактика, беседы. В рамках операции «Безопасный двор» делается акцент на недопущение правонарушений. К этой работе участковые активно привлекают председателей КСК и других неравнодушных горожан. Здесь претензии нет. Нет, никому ничего нет. У нас сейчас оперативно-профилактическое мероприятие «Быд» идет. И «Безопасный двор». Если там претензии, жалобы кому-нибудь, можете там обратиться. Только за два дня проведения профилактического мероприятия к административной ответственности привлечен 31 человек. Также основными задачами отработки определены недопущение преступлений в общественных местах и на улицах, раскрытие преступлений по горячим следам. Одно из таких удалось предотвратить во время этого рейда. Два гражданина в нетрезвом состоянии угрожали мужчине физической расправой. Задержанные доставлены в отдел полиции. Проводятся следственные действия. На такие вызовы полицейские выезжают каждый день по несколько раз. По словам стражей порядка, большинство таких преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Всего с начала года на улицах и в общественных местах Караганды совершено более двух тысяч преступлений. Андрей Теном, Анкужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были самые важные события уходящего дня. Благодарю за внимание. Всем удачных выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова